Приветствую вас на первом циничном канале, и сегодня мы поговорим о еще одном новомодном инструменте разваливания традиционных семейных ценностей. Сегодня речь пойдет о так называемом браке по залету. Явление это, надо сказать, не новое, оно было всегда. Но в последние годы, может быть пару десятилетий, оно приобрело поистине колоссальный размах, что позволяет говорить о его новизне в существующем виде. Идею этого сюжета подсказал мне один случай, который, на первый взгляд, никоим образом не связан с данной тематикой. Случай произошел недавно в Пермском крае, если не ошибаюсь, в городе Кизел. Там случился очередной прорыв российской медицины. 27-летний врач-анестезиолог придушил медсестру, с которой работал в одной больнице, и которая, по данным следствия, была от него беременна. Надо сказать, что жена врача также работала с ним в одной больнице, вроде как знала об отношениях его с медсестрой, но никоим образом им не препятствовала. В 16-м году родила ребенка, вроде как от мужа, и сейчас была беременна следующим. Ну, собственно, она и беременна следующим. 27 лет идиоту. Ну да ладно, вернемся к этой теме немножко позже. Что первое обращает на себя внимание, когда мы пытаемся осмыслить вот это явление, брак по залету? Полное отсутствие логики, действий, вообще, скажем так, субъектов этого явления. То есть, представим себе, есть какие-то внебрачные отношения, случается беременность, подставили это со стороны женщины, или же это действительно, что называется, там, осечка какая-то, незапланированная беременность. Так или иначе, она случается. И это является якобы стимулом для заключения брака. Вот, вы знаете, я не мог это понять, когда пытался в чистом виде осмыслить. То есть, женщина не нужна была сама по себе, а с ребенком, который потребует огромных вливаний финансовых, огромных сил, трат и так далее, она вдруг становится нужна. Это знаете, что мне, ну, не то, что напоминает, а на что похоже. Вот я бы пришел в салон машину покупать. Сколько машина стоит? Там, миллион рублей. Вроде хорошая машина, нравится, но вот миллион дороговато. За 800 тысяч бы взял, но миллион как-то. И вот я ломаюсь, сломаюсь, менеджер видит, что я никак не решусь, и он говорит, ну, ладно, супер предложение вам. Сейчас вы точно согласитесь. Давайте так, отдаем вам машину за миллион рублей и ломаем руку дополнительно. Вы знаете, я бы, наверное, такую сделку бы уже точно не согласился. То есть, если я за миллион не мог решиться, все как-то вот, ни шатка, ни валка, то еще и руку мне сломать, да нафиг оно мне надо, я уже драпать буду оттуда. Вот, а если еще и обе руки, то есть я скажу, нет, нет, что вы руку, а давайте обе тогда сломаем, чокнутый какой-то, я убегу, естественно. Вот, здесь то же самое, что в чистом виде сделку вы не могли совершить, то есть брак вам не нужен был просто с женщиной, а женщина с ребенком, который, возможно, является подставой, кстати говоря, мошенничеством попросту, она вдруг становится нужна. Понять я это не мог, до тех пор, пока не вспомнил о современной священной корове, обыдале современного общества. Это же ребенок. Вот это же ребенок, в принципе, на сегодняшний день очень неплохо разваливает традиционные семейные ценности. Все ради ребенка, как говорится, все на войну. Все, ребенок там, лучшее детям и так далее. Ну да, это еще в советское время началось, вот это, лучшее детям. Итак, ради прав ребенка можно сделать все. Можно подставы делать со стороны женщины, можно быть идиотом, оленем и так далее. Но теперь вот, возвращаясь к этому случаю в Кизеле, по сути, это дубина народной войны. И такие случаи, на мой взгляд, будут повторяться. Повторяться все чаще и чаще. По мере того, как будет расти популярность брака по залету, иногда будут случаться вот такие ужасные осечки. Почему? Потому что количество идиотов в России растет более быстрыми темпами, чем количество оленей, которое тоже возрастает. То есть человек, который довел вообще вот до этого залета, это идиот, несомненно. Но через это его тянут в стойло, как оленя. А вот здесь может случиться осечка. Он идиот, но еще не олень. Все-таки олень это высшая степень идиотизма. И вот тогда он начнет брыкаться. Если к нему будет применена какая-то сила, шантаж, то в том числе будут и такие случаи. Кто-то будет судиться, а кто-то, скажем так, с меньшим количеством мозгов попросту будет душить кого-то. Поэтому, еще раз говорю, случаи будут повторяться. Какой выход из этой ситуации? Вообще из ситуации развала семьи. Давайте подумаем, что такое брак по залету. На что он похож? Вот, в принципе, из каких-то других явлений. На мой взгляд, он очень похож на захват заложника. То есть, либо женишься, либо твой ребенок растет без отца. Еще раз говорю, что вполне возможно, эта беременность произошла умышленно со стороны женщины. Ну что, разве не напоминает, что либо вы, не знаю, миллион долларов нам и вертолет даете, и беспрепятственный проезд до границы, или там пролет. Либо вот сейчас мы его шлепнем. Вот 20 человек расстреляем. Кто сегодня стал бы осуждать тех спецназовцев, которые штурмовали школу в Беслане, которые уничтожали захватчиков? Кто сегодня высказался бы против самого жесткого наказания для тех людей, которые, воспользовавшись жизнями детей, захватив детей, выдвигали какие-то там собственные требования? Разумеется, любой адекватный человек скажет, что их надо там жесточайшим образом наказать. И тогда их лучше было даже и в плен не брать. Там одного взяли, допросили, а остальных покрошили на месте. В принципе, сейчас с этим согласятся все. И на этом же фоне растет популярность брака по залету. А в чем разница? Захват ребенка для удовлетворения собственных ценностей. Бабе нужен муж, там статус, деньги и так далее, что угодно, что она там хочет из этого ЗАГСа получить. И ради этого она, по сути, играет интересами ребенка. Не хочешь, вот, как говорится, ребенку хуже будет. Ну и чем это не террорист? Какой выход? А выход очень простой. Если посмотреть практику борьбы с терроризмом в государствах, любых государствах, будь то Израиль, наверное, самая подверженная террористическим атакам государства, будь то Россия, которая тоже досталась в этом отношении, то практика показывает, что какой-то эффект от борьбы с терроризмом появляется только тогда, когда с террористами не идут ни на какие переговоры. Максимально сделать, чтобы освободить заложника и побыстрее уничтожить террориста. То есть только военный, только силовой способ. Никаких удовлетворений требований, никаких переговоров. Как только вы удовлетворили требования одного террориста, готовьтесь к тому, что завтра будет еще пять таких же случаев захвата заложников. Вот такая позиция была у российского государства после захвата в Буденновске, больницы, банды Шамиля Басаева. Ну что сказать, тогда многие это осуждали. Как так? Как не идти на переговоры? Там люди погибают. Вот там Черномырдин, если бы его люди там сидели, он бы тоже, ну там родственники, он бы тоже на переговоры не шел. Да, это ужасно. Да, люди сидят действительно под дулами автоматов. Да, они могут погибнуть. Но практика, еще раз говорю, свидетельствует, что с террористами переговоры вести нельзя. То же самое вот с этими женщинами, которые пытаются создать таким образом себе там какую-то кормушку, какой-то ресурс. Ну, условно говоря, ловят на пузо. Никаких переговоров. Брак по залету недопустим. По сути, как и переговоры с террористом. Только силовой путь. Максимально пытаться сделать для того, чтобы освободить заложника, то есть отжать ребенка, попросту себе забрать. И дальше, чтобы эта женщина поняла, что такое война полов. Максимально никакого ресурса она получить не должна. То есть, либо она там будет всю жизнь бегать за копеечными алиментами и за каждую копейку нервов на рубль потратит, либо она и ребенка этого не увидит и так далее. Но ни в коем случае у нее не должен появляться олень в стойле. С которой она будет стричь и стричь. То есть, любая другая, глядя на нее, поймет, что сработало. Значит, надо опять, как говорится, из кого-то веревки вветь. И ребенок здесь будет разменной монетой. Вот это единственный, на мой взгляд, выход. И в то же время, такие действия будут препятствовать вот аналогичным случаем, аналогичным с тем, который произошел в Кизеле, Пермского края. То есть, максимально, чтобы не было соблазна у других баб.